Верую в одиногоблаго от соседей жителей, отворца неба и земли, видимо, уже всем невидимым. Ровно год существует отделение противоопухолевой лекарственной терапии Одинцовской центральной районной больницы. Тяжелые испытания, серьезные болезни, такие как рак, обычно приводят к переосмыслению жизни, оценке духовной ее составляющей, и тут без веры трудно найти ответы на важные вопросы, потому чин освещения нового отделения закономерность. Господи, будет Твоя, и благослови настояние Твое. Священник Леонид обошел с крапилом все отделение, передав икону заступника всех страждущих святого Серафима Саровского и пожелав болящим помощи Божией и скорейшего выздоровления. Безусловно, одна из тем это моление о здравии, да, как раньше говорили, начали о здравии, окончили покой. Так, потому что иногда службу совершают сначала киня, молятся о поздравии всех живущих, всех предстоящих молящихся, всех, кто молится в этой церкви, и молятся, конечно, покойники наших сродников, да, потому что все помнят о том, что мы сами тоже имеем жизнь такую не бесконечную на земле, тоже имеют границы, безусловно, но чтобы к этому прийти, к этим границам, да, мы себе никому не желаем, себе ни другим не желаем кончины безвременной, да, и молимся о кончине мирной и безгрешной, в течение отпевания, поранихиде. Открыть отделение противоопухолевой лекарственной терапии в ЦРБ заставило жизнь. Ежегодно в районе растет число онкобольных. За прошлый год их стало больше на 1200 человек. Всего же на учете состоят 9 тысяч онкологических пациентов. До 2006 года проводилось лечение онкологическим больным в отделениях профильных. В гинекологическом отделении молочная железа, яичники, матка, допустим, в терапии, пульмонологии, легкие, в желудочно-кишественные заболевания, в отделении гастроэнтерология. Но, к сожалению, пациенты получали помощь, но врачей не было специализации по химиотерапии. В 2006 года сначала было открыто 10 коек, в дальнейшем 20 коек, 10 гематологических, 10 онкологических. Тем не менее, очередь сохранялась на оказание помощи этим больным, поэтому было принято решение районам и городам об открытии отделения химиотерапии, цель которого – проведение химиотерапии больным онкологического и гематологического профиля. Лишь на первый взгляд может показаться, что открытие подобного отделения в районной больнице не имеет особого смысла при наличии в Москве и Балаши крупных специализированных онкологических центров. На деле за этим забота глав района и города, ведь и здоровому нелегко преодолеть путь туда и обратно. А если человек ослаблен тяжелым недугом? Да, в таких мощных лечебных учреждениях больным проводится иммунная гистохимия, иммунные ферментные анализы или лучевая терапия, но опыта наших хирургов хватает, чтобы проводить операционное лечение, а теперь можно получить химиотерапию, не выезжая из района. Всего в отделении 30 коек, и уже ясно, что этого катастрофически не хватает. Мы не сможем даже сейчас, в настоящее время, нашими силами уже обеспечить необходимость в онкологической и гематологической помощи всем больным Одинцовского района. Естественно, потребуется расширение. За счет, наверное, длинного стационара, потому что коечную мощность, которую вы оценили на данном отделении, она расшириться не может. Заведующий отделением в прошлом возглавлял отделение химиотерапии в Голицынском госпитале ФСБ. Выпускник Ленинградской военно-медицинской академии имени Кирова, 25 лет посвятивший военной медицине, работал в госпитале РВСН, специалист по гематологии. Сегодня он решает вопросы помощи онкологическим больным в родном районе, в условиях нехватки врачей, медсестер, санитарок, но знает, если не хватает лекарственных препаратов, район и город помогут. Мы никогда не поняли людей, которые идут на суицид и так далее. Мои больные в самой критической ситуации говорят, доктор, дай хоть недельку пожить, дай две недельки пожить. И вы знаете, они радуются небу за окном, им нравятся облака. Они радуются каждому дню, они оценивают жизнь так, как никто из нас, живущих, не имеющих этого заболевания, никогда не сможет ее оценить. Она проявляется у них во всех красках жизни. Поэтому дай Бог ему здоровья и жизни. А чем смогу, помогу. За десятилетия работы с тяжелыми больными Валерий Владимирович усвоил полагаться только на свои знания самонадеянно. Бывают необъяснимые наукой случаи, когда объективно резервы организма онкобольного истекают, но человек живет и говорит спасибо доктору, который уверен, есть силы, дающие человеку жизнь вопреки. Впрочем, не последнее значение имеют высококачественный, профессиональный уход и грамотная мотивация лечения. Что здесь, в отделении химиотерапии Денцовской ЦРБ, возможно, благодаря малочисленным сотрудникам, не убежавшим за большую зарплату в Москву, но знающие, от качества любой их манипуляции зависит жизнь пациента. Груто, чем дома. Ну, нечего, беспокоиться за нас. В Балашке я лежала. Ну, там, конечно, я хочу сказать, не так уютнее, как здесь. Отделение противоопухолевой лекарственной терапии открыто в том же здании, где располагается инфекционное отделение и Центр по профилактике ВИЧ. Впрочем, сотрудники его желают, чтобы ни у кого никогда не появлялось повода обращаться сюда за помощью. Ольга Винтер, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.